В ряде регионов страны теперь официально запрещено продавать так называемые снюсы несовершеннолетним. Соответствующие законы приняли в Московской, Самарской, Новгородской областях, Якутии. В ближайшие дни к ним присоединится и Чувашия. Этот вопрос рассмотрели депутаты Государственного совета Чувашии. Снюсы, известные в нашей стране с 2000-х годов, тогда этим термином называли один из видов некурительного табака. В 2015-м Госдума приняла закон о запрете на продажу такой продукции. Производители и продавцы тут же нашли лазейку. В законе речь шла лишь о табачных изделиях. Так что с тех пор под снюсами они свободно продают бестабачные курительные смеси. Какой-либо наполнитель, пропитанный никотином. Осенью 2019-го российские школьники начали массово травиться таким товаром. Сыночек, посмотри, Данил, какой ты у меня хорошую конфетку, ты говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда, маму смотри, сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? Этого ребенка спасли, но так повезло не всем. Иными словами, нужен новый закон, досконально продуманный и не допускающий пробелов. На уровне федерации над ним работают, а регионы пока на местах делают, что могут. В конце прошлого года в прокуратуре Чувашии прошло расширенное совещание с участием врачей, педагогов, общественности. После чего Минэкономразвитие Чувашии настоятельно рекомендовало продавцам убрать снюсы с витрин. А так это лишь полумера. Теперь на заседании комитета в Государственном Совете Чувашии депутаты рассматривают вопрос о запрете на продажу бестабачных снюсов несовершеннолетним. В парламент его внесла прокуратура. Настоящий проект закона разработан по результатам анализа оперативной обстановки, который показывает, что в последнее время получил распространение употребления несовершеннолетних бестабачных смесей с высоким содержанием никотина. Комитет по соцполитике внесения закона в повестку дня сессии Госсовета одобрил единогласно. Голосование состоится уже в пятницу, 28 февраля. Впрочем, судя по всему, продавцы опять на шаг впереди. После запрета на реализацию снюсов в ряде регионов в продаже появился аналог. Сушеные яблоки, пропитанные никотином. Так что перед законодателями непростая задача. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика.